Дорогие друзья, добрый день! С вами статодизайнер Воронов Артём. Добро пожаловать на мой YouTube канал, на котором я делюсь с вами полезной информацией по статодизайну и статтехнике. Сегодня я покажу вам, как с помощью Dialux выбирать освещение для выставок и галерей. Мы сделали, смотрите, вот такую модельку. Это модель галереи Школы дизайновой Школы экономики. Я здесь настраивал освещение, вот у меня на сайте есть, для выставки Xtel Castled Кати Правды. Я сделал как раз вот такую модель, на которой я вам покажу пример того, как настраивать освещение. Для того, чтобы все было наглядно и понятно, смотрите, я сделал здесь вот такие две картины. И, ну, обратите внимание, это нереальный размер картин, просто одна у нас цветная, другая черно-белая. И мы сегодня подберем с вами разные освещения для этих картин, посмотрим, что лучше. Можете, кстати, написать в комментарии, какой вариант вам больше понравится, потому что мы будем рассматривать несколько вариантов. Первый вариант у нас будет такой. Для того, чтобы сделать пример с рассеянным светом, я перехожу на вкладку Construction, выбираю сейчас здесь окно, и вот, посмотрите, есть несколько вариантов окон. Вот есть здесь стандартное окно, которое ставится на стену. Есть roof window, которое ставится на потолок. Давайте перетащим его левой кнопкой. Давайте выберем его для начала, roof window, и прямо вот отсюда можно его перетащить левой кнопкой мыши. Отлично, видите, у нас вот так он на потолке. Давайте мы сейчас его расширим побольше. Так, с помощью инструмента шкалирования. Так, смотрите, мы его сейчас с вами расширили. И дальше переходим на вкладку свет. Здесь у нас есть сцены, и в нашей сцене давайте выберем Overcasky, то есть небо, которое затянуто облаками. Нажимаем расчет, переходим на вид в 3D. Давайте посмотрим, что у нас с вами здесь получится. Итак, смотрите, вот у нас с вами здесь получился расчет с естественным светом. Давайте немного выровняем баланс белого. У нас получается вот такой вид. У меня уже здесь есть сохраненный вид. Давайте перейду опять в стандарт. Уберу сейчас вспомогательные линии. Получается вот такой свет. Давайте зайдем на вкладку экспорт, выберем разрешение 2К. И вот здесь у нас получается вот такой ray tracing. Обратите внимание, этот цвет очень хорошо подходит для современного искусства. Если у вас есть объекты, то есть, например, здесь какие-то объекты располагаются в 3D, то есть не картина, а именно 3D. Но такой свет часто не подходит для классического искусства. Я вот сейчас вам покажу пример. Один как раз в галерее. Я был в городе Дилижан. Посмотрите, здесь у нас есть естественный свет, который проходит через окна. И там еще есть в помещении большой фонарь, который впускает солнечный свет. На самом деле мне вот такой свет не очень нравится для освещения картин, скажем, классической живописи. То есть, если у вас, например, вот такие портреты, если у вас такие пейзажи, на мой взгляд, вот здесь больше подходит именно вот такой свет направленный. Он может быть теплым, может быть нейтральным, можно выбрать. Также есть светильники, которые меняют световую температуру. Но, тем не менее, здесь это освещение не очень подходит. Смотрите, я даже вам сейчас покажу вот этот пример. Там в галерее картины Айвазовского. И вот здесь прямо видно, как свет светильников. Он как бы дублирует свет, естественный, который на картине. То есть, вот этот свет, который идет из-за облаков. И вот здесь появляется такое яркое световое пятно на море. То есть, на мой взгляд, опять же, здесь искусственный направленный свет подходит больше. Поэтому вот такое то, что для современного искусства больше подходит рассеянный свет. А направленный свет больше подходит для такого классического искусства. Опять же, на мой взгляд, конечно же, хранители музея, они выбирают это все самостоятельно. Но вот это некие такие мои исследования. Для того, чтобы сделать здесь направленный свет, давайте удалим сейчас это окно сверху. Так, я его удаляю. Перехожу сюда, кликаю Delete, удаляю. Дальше, смотрите, я перехожу на вкладку Свет, выключаю солнечный свет. И давайте мы перейдем с вами... Вот у меня такая есть ссылка на вот эти светильники. Ссылка будет в описании к этому видео. То есть, смотрите, это светильники. Здесь очень удобно на сайте Гуцини. Это итальянский производитель. У них есть вот такие автоматические файлы под светильники. Их можно удобно использовать в Dialux. Так, давайте выберем теплый свет. Ну, давайте выберем здесь светильник, который вот так вот узконаправленный. Видите, у него артикул Q630. Скачаем сейчас фотометрический файл. Вот этот LDT. Загружаем его, перетаскиваем в программу Dialux. Так, отлично. Он у нас, видите, на потолке. Давайте мы его примерно переместим вот на это расстояние от картины. Так, и давайте включим режим отображения одного светильника. И сейчас мы его таким вот образом направим на эту картину. Вот, получается вот такой прекрасный эффект, акцент. То, что мы очень любим в галереях. Потому что я с освещением музеев в галерее сталкиваюсь довольно часто. И часто использую там как раз светильники именно акцентные. Вот такие направленного света. Так, давайте я сейчас уберу вот эту картинку. Уберу, получается, вспомогательные линии. Запущу расчет освещения. И давайте мы немного баланс белого здесь тоже подредактируем. Вот у меня он уже здесь был простроен. Отлично. Я перехожу сюда. Так, убираю вспомогательную линию. И перехожу в экспорт. Давайте запустим Ray Tracing. Вот это то, что у нас получается с вами с акцентными светильниками. Вот такой свет. Это акцентные светильники. Напишите, пожалуйста, какой вариант вам нравится больше. Возможно, первый, возможно, второй. Опять же, под разное произведение искусства идет разное распределение освещения. Но я вам сейчас покажу такие базовые вещи. Теперь смотрите, у нас есть эллиптические светофильтры. Вот к этому светильнику в аксессуарах можно добавить эллиптический светофильтр. Сейчас я вам покажу, что это такое в Dialux. Скачиваем LDT-файл. Так, он у нас скачался. Я его перетаскиваю в наш расчет. Вот так. Смотрите, теперь давайте я выбираю этот светильник. Кликаю «Заменить выбранный светильник. Replace Selected Luminers». Выбираю этот светильник. Apply. Нет. Здесь я выбираю светильник, удаляю его. И вот смотрите, опять же, я выбираю его. Выбираю с того эффект. И вот можно посмотреть, как он меняется, если я его кручу вокруг своей оси. Давайте я его буду грузить вот за этот синий кружочек. Смотрите, видите? То есть это эллиптика. Обратите внимание, как интересно меняется с того эффект. То есть он как будто бы вытянут. И вот такой эффект, например, для горизонтального прямоугольника подходит намного больше. Давайте я сейчас перейду опять же в экспорт. Кликну здесь «Запустить трейтрейсинг». И опять же, я у многих студентов вышки спрашивал своих. И посмотрите, намного-намного более интересный эффект. Это еще не все, опять же. Потому что есть еще некоторые интересные эффекты. Вот, например, есть такой интересный эффект. Для этого давайте мы возьмем с вами вот такой светильник от компании Erco. У них есть... Вообще это очень классный производитель. Всем рекомендую посетить их сайт. Там есть много обучающих материалов. В теме 3 есть много для светильников. И вообще это очень такой современный, мощный производитель интересный. Так, для того, чтобы скачать фотометрический файл, вот достаточно перейти на страничку. Вот так светильник выглядит. То есть обратите внимание, он устанавливается опять же на шинопровод. И вы его можете поворачивать. Смотрите, давайте вот можно здесь нажать Dialux. Вот просто здесь такая кнопочка. Есть «Transfer to Dialux». Открыть в приложении Dialux. И по идее вот сейчас у нас с вами в нашем с вами файле Dialux вот он уже отобразился. То есть просто прямо напрямую с сайта можно переправлять его в Dialux. Отменяю расчет. Давайте выделяю два этих светильника. Удаляю их. И вот обратите внимание, есть такой классный эффект, который называется wallwashing. То есть он заливает полностью стену. То есть он не заливает пол, он не заливает потолок, а заливает полностью стену, вертикальную поверхность. Давайте же мы, друзья мои, сейчас попробуем с этим эффектом поработать. Выбираю Draw Line Arrangement. Так, сейчас я его, этот светильник поставлю вот таким образом. Так, и вот обратите внимание, можно выбрать, скажем, один светильник, чтобы он показал нам распределение. Вот обратите внимание, здесь есть небольшие такие пятна. Вот эти пятна нам не нужны. Нам нужна полная заливка стены. Для этого мы выбираем наше расположение. Переходим вот сюда в количество светильников. И давайте поставим четыре. Посмотрим, как это будет отображаться. Ведь опять же есть пятна и небольшие засветы на стенах. Давайте я попробую поставить здесь пять светильников. Так, и перейду вот сюда наверх. И немножечко это расположение передвину ближе друг к другу. Вот эти светильники вот таким вот образом. Да, чтобы они у меня были чуть-чуть поближе друг к другу. Подальше немножко от стены, чтобы не было на стене засветов. Вот у меня получается вот такой эффект. Опять же, давайте запустим расчет. Посмотрим, что у нас сейчас с вами получится. Ага, вот смотрите, вот такой эффект. Давайте я теперь сейчас уберу вот эту вспомогательную линию. Да, давайте я сейчас вот эти... Можно, кстати, светильники отдалить даже чуть-чуть подальше от стены. Например, вот так. Запускаю расчет. Посмотрим, что у нас с вами получится. Вот, видите, вот эффект более даже лучше получился. То есть не видно никаких дуг на стене. Так, переходим в наш вид. Убираем два вот этих элемента. Обратите внимание, что человек в тени. Кликом экспорт. Запускаем здесь экспорт. нашего ray tracing, чтобы посчитать это все более корректно. Вот, обратите внимание теперь вот на этот вариант. То есть он немножко поинтереснее. Вот смотрите, если в рассеянном свете у нас светом на каждой стене, на полу, на человеке, то есть вот этот эффект лов-вошинг, он заливает полностью стену. И объекты кажутся более насыщенными. Но опять же, вот в чем теперь интерес. Покажу вам последний пример. Смотрите, есть еще в Dialux возможность моделировать материалы. Поэтому в Dialux вы сможете еще также смоделировать материал. Давайте сделаем темный материал. Перенесем его на стены. То есть теперь у нас стена получается темная. Запустим расчет. Ага, вот. И вот мы и многие студенты, они говорят, что лучше работать даже вот такая схема, когда у вас стена, она не белая, она, ну она либо, кстати, вот здесь в галерее очень красивые стены. Видите, она может быть бордовый, она может быть там до какого-то другого оттенка, но она может быть темной, желательно темнее белого. И вот здесь изображение смотрится намного-намного контрастнее. Друзья мои, вы можете написать в комментариях к этому видео, какой вариант вам нравится больше. Первый вариант – это рассеянный свет. Второй вариант – это акцентный свет. Третий вариант – это акцентный свет и эллиптический свет. Дальше четвертый вариант – это у нас волвошер на светлой стене. И пятый вариант – это волвошер на темной стене. Вот такое у нас видео. Надеюсь, видео вам понравилось. Друзья, у меня есть онлайн-курс по проектированию освещения в программе Dialux. Если вы хотите научиться проектировать, то ссылочку я оставлю в описании к этому видео. Также вы можете купить все курсы нашей школы. Это отдельный курс «Эксперт по свету». Вы можете купить сразу этот курс. Там все наши курсы по более выгодной цене. Обычно такие курсы берут для себя компании. Если у вас есть интересный проект, то пишите мне. Свои контакты я оставлю в описании к этому видео. Мы разработаем для вас светодизайн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. И до встречи в следующих видео.